всем привет рада видеть вас на моем канале сегодня у нас опять тестирование только сегодня мы будем тестировать вот такой вот силиконовый споджик на просторах ютюба этот споджик гуляет уже очень давно мнение у всех разделились кому-то он нравится кому-то нет я долго думала нужен мне или нет хочу его протестировать все-таки решила что хочу я дисциплинирована его не открывала так что мнение будет очень горяченьким так что давайте открывать ой он такой мягенький вот так вот он выглядит внутри на руке он ощущается довольно приятненько сейчас я его помою обработаю и только тогда буду наносить тональную основу тональную основу я сегодня буду наносить опять от лимони уж очень она мне понравилась хочу пользоваться ей постоянно и мои тональные основы заброшены в дальний угол не знаю конечно как она будет наноситься именно этим спонжиком потому что все таки я как уже говорила ранее эту тональную основу лучше наносить пальчиками но от этого мне даже больше интересно протестировать этот спонжик я люблю когда есть сложности так ну что я выдавила на руку немножко и будем наносить на лицом да конечно может быть для тестирования этого спонжика я выбрала не самую лучшую тональную основу но посмотрим нет в общем то наносит довольно таки неплохо мне нравится может быть очень так сложновато в области носа и как-то вот именно с порами мне не нравится у меня поры расширены и вот не пойму как то что-то вот не знаю пока подождите еще мне кажется что это долго я спонжиком намного быстрее наношу это все либо даже руками особенно эту тональную основу здесь как-то я очень долго вожусь нет все таки наверное спонжик для меня лучше будет как-то не очень хорошо этот спонжик справляется с маскированием моих изъянов на лице несовершенств не проникает он он работает только поверхностно все-таки когда бьюти блендером ну спонжиком это все как-то намного лучше более быстрее мне кажется давайте я накрашусь до конца вернусь к вам и мы еще раз поговорим о нем и обсудим все плюсы и минусы его ну вот и все я нанесла свой макияж до конца теперь давайте поговорим о всех плюсах и минусах этого спонжика первое что я хочу сказать это конечно про его гигиену в отличие от спонжиков его очень легко мыть второе он не съедает тональную основу в отличие от спонжиков тональная основа будет у вас расходоваться очень экономично это плюс очень даже большой но в общем то и все плюсы на этом закончились но именно на мне если у вас мало ли вдруг плюсов обнаружилось больше тогда внизу в комментариях пишите давайте теперь поговорим о минусах первый минус это то что он очень тяжело прорабатывает вот эту зону около носа второй минус как я вам говорила ранее у меня очень дурацкая кожа у меня расширенные поры когда ты наносишь тональную основу руками либо спонжиков все как-то получается очень гладко и равномерно здесь же он работает как-то очень поверхностно не маскирует мне ничего у меня почему-то наносилось все намного дольше чем спонжиком так что вот какое-то вот такое вот мнение сложилось у меня об этом продукте я конечно буду тестировать его дальше это только первое мое мнение может быть все поменяется но и самое главное покупать или не покупать вам этот продукт все-таки скорее всего да чем нет стоит он очень недорого наносится все очень приятно больше всего тем более мне нравится своей чистоплотностью хотя я думаю что найдутся такие люди которые такой спонжик будут мыть раз в год ну все на этом я заканчиваю если вам понравилось поддержите меня пальчиками вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые видео жмите на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о том что на моем канале появилось новое видео всех целую обнимаю пока